Хей, привет всем ценителям вселенной Вархаммер! Сегодня у нас замечательная новость, а именно анонс нового стартера. Коробка великолепна по дизайну, мне она нравится куда больше предыдущего стартера. Как вы видите, приордер 16 числа, а в магазинах она уже будет 30. Итак, в отличие от предыдущего стартера, где противоборствующими сторонами оказались штурмкасты и кахарниты, здесь штурмкасты остались, но на место кахарнитов пришли найтхаунты. То есть, вот эти ребята. Летничок найтхаунта. И, собственно, мы переходим к составу стартера, а именно сторона штурмкастов. И здесь мы видим списочек героев и отрядов. Миниатюры, как всегда, на великолепном уровне. Штурмкасты хороши. Найтхаунты интересны. Я бы, конечно, не отказался от хаарнитов, поскольку их собираю, но надо же и другим фракциям в стартере побыть. Миниатюр, да, много. Кстати, очень прикольная баллиста. Миниатюр много, как за ту, так с другую сторону. Здесь у нас показано, что входит в набор помимо моделей. То есть, ну, это стандартные быстрые правила. Коррул, линеечка, кубики и остальное. Варфскроллы, конечно, куда же без них. Корбук. Кстати, мне очень понравилось, что здесь упомянули про Сланэш. Моя надежда, что они выйдут в ноябре-декабре. С каждым месяцем, с каждым новым упоминанием о Сланэш все крепнет. И это не может не радовать. Помимо стартера, в новости есть такая небольшая вставочка с отображением заклинаний. Это очень классная вещь. Я, если честно, немножко даже залип на нее. Потрясный миниатюр, отображение заклинаний. Особенно вот эта мне нравится. Это прям мой фаворит. Ну и, конечно, куда же мы без хендбука нового, генеральского. Вот оформление книжек в этом году. Вот мне нравится намного больше, чем которое было в предыдущем. Вот, посмотрите. Это вот прям такая хорошая, скажем, ностальгическая отсылка к ФБ. Я думаю, что ветераны поймут, о чем я. Так, тут заклинания, заклинания и так далее. И вот очень интересная вещь. Get the ring of the might. Как я понял, здесь, видите, you play your biggest games ever. Titanic and Climatic Clashes. То есть это, как я понимаю, и я надеюсь, если я все понял правильно, определенный аналог апокалипсиса в 40К. И вот здесь очень интересно, будут ли они выпускать под это новых моделей, аналогично тому, как в 40К для апока выпускаются, допустим, Титаны. Как это может быть связано? Вы, наверное, помните, что на Фесте мелькали фоточки Хорнита на Драконе. Возможно, что этот товарищ предназначен специально для игр вот такого формата. То есть, в принципе, если будет какое-то подобие апока в АОС, я буду этому очень рад. Ну и... Так, здесь это что? А, ну это фракции, которые получат. Ну, конечно, новые краски, куда без красок. Для Nighthound они так, собственно, называются. Nighthound Gloom и Hexorite Flame. Папам! Получается достаточно симпатично. Аксессуары, понятно. Прикольно. Кубики. Ну и новые модели. Штормкасты. Дядька Суров хорош. И Nighthound. Скевинские призраки. Ну, это еще не все. То есть... Как вы помните, на пике одного лорда, Nighthound, позади было две тени. И очень интересно на них посмотреть. Ну вот, собственно, такой маленький анонс стартера, который нам показали. Набор классный. То есть, для новичков... Это просто шикарно. Очень классная презентация. Такая мини-презентация. Классное оформление. Вот, я не знаю, может быть, у них поменялся дизайнер, но... Оформление прям меня подкупило. То есть, если бы мне как бы не особо были интересны Nighthound, то я думаю, вот... Только ради бы оформления приобрел эту коробку, потому что сделано очень классно. Ну, и сами модели на высоте. Великолепный уровень. Вот. Посмотрим, как это все будет играть. Конечно, более опытным игрокам интересен в первую очередь новый формат. Тот же General Handbook. Потому что... Все будут затачиваться под турниры. И, собственно, будут смотреть именно в первую очередь на эту книжечку. Ну, покажет время, как говорится. Ну, а на сегодня все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok